Парламент в четверг вновь избрал спикером социал-демократа Эйки Нестера, который был единственным кандидатом. Других кандидатов оппозиция не выдвигала. За Нестера проголосовал 51 депутата против 22 человека. Недействительных бюллетеней было 24. Всего в голосовании приняли участие 97 депутатов. По словам старого нового спикера, быть единственным кандидатом всегда труднее. Веселее было бы, если кандидатов было больше, сказал победитель голосования. Но в любом случае он стал спикером Риги Кугу в третий раз с 2014 года. Само количество голосов меня тоже не удивило. Есть такое хорошее выражение. Я уж не такой плохой, чтобы у меня не было бы тех, которые против. Так что тут ничего удивительного нет. Не удивили результаты выборов правления Риги Кугу и оппозицию. По словам Тави Рейвеса, который, как был вице-спикером, такими и остался после выборов, результаты были предсказуемы. Он считает, что результат адекватен, так как правление в срочном порядке переизбирали, когда менялось правительство. И не было смысла сейчас что-то менять. По словам Рейвеса, который несколько лет был премьером страны, каждый политик стремится воплотить свои идеи в жизнь. Поэтому он не чувствует себя в оппозиции комфортно. Но считает, что и на этом месте можно сделать много полезного. Что касается работы в оппозиции, то правительство упростило нам эту задачу своими решениями. Потому что коалиция повышала налоги, принимала другие неудачные по сравнению с предыдущими составами правительств решения. Работа в оппозиции важна, потому что мы можем отклонить, например, повышение налогов и другие не самые хорошие решения правительства. После выборов на пост спикера соцдема Эки Нестера на пост вице-спикера были также переизбраны центристы НЭЭСМО и реформист Тави Рейвес. Кандидатуру НЭЭСМО поддержали 47 депутатов, а Рейвеса – 34. Недействительных бюллетеней было 16. В голосовании участвовали 97 депутатов. Таким образом, можно прийти к выводу, что нынешнее положение дел в парламенте не изменится до ближайших выборов. Нынешняя тройственная коалиция будет пытаться воплощать свои идеи в жизнь, а позиция – использовать ошибки лидирующих партий и эту коалицию расколоть.